так посмотрите на меня так я нажал кнопочку все 53 секунды записываем во всем здравствуйте друзья в этот погожий октябрьский денек маловетренный маловетренный сайт i can read room в гостях у издательства речь нашего любимого петербургского и мы поговорим с ольгой лукас пиарщиком и автором издательства автором многих книг многие в том числе издаются в издательстве речь а мы поговорим о новинках издательства ольга вам слово здравствуйте новинка которая уже не совсем новинка молодая была уже не молода но тем не менее приключения дугду хит осенний про бельчонка дуг душу который был очень трусливым бельчонком исправился изменился про его хорошую добрую маму бельчиху которая не позорила его не стыдила ждала когда бельчонок перестанет бояться сам она ему не говорила мужчины не она как это вот этого всего там нет а еще там очень классный доктор заяц который собрался лечить друг от трусости когда читала я втайне боялась что сейчас начнется резать к чертовой мать что сейчас начнется это вот дугду ты должен быть смелым ты должен быть храбрым доктор просто предложил ему лекарство говорить я не боюсь я не боюсь никогда это не сработало сказать я заяц я тоже раньше был очень трусливым поэтому я думаю это пройдет у меня это прошло мне тут это не издательность на мне и это проходит когда дугду оказывается в ситуации когда ты не будешь смелым либо ты умрешь и он как-то еще конечно замечательные иллюстрации а потом победил куницу он и напугал и она в ужасе бежала но все-таки кому-то досталось ей не досталось и просто нафугал я не перед теперь она боится я никто не бил не мучил делегировались она мучалась прочь итак следующий вопрос такой где где же он где он все ищут его никто не знает где он он наконец-то да 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 где этот проказа да 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 это воли очень удобная обложка для того чтобы показывать воли где воли вот воли в полный рост замечательной воли появившейся восемьдесят шестом году его придумал художник мартин хэнфорд я почитала статьи интервью мартина хэнфорта это типичный воли то есть рисовал явно себя все время где-то пропадает да он где-то пропадает он такой абсолютно чудаковатый странный человек он пропадает основу своих рисунков потому что он каждый разворот рисует довольно долго мы можем по его можно понять то что на мой взрослой не было же еще вот этой копии тест он копий поездом не пользуется он по-прежнему рисует рисует множество множество всего как я читала в его биографии в детстве он все дети играли футбол а он сидел дома и рисовал листы бумаги толпы людей толпы им нравилось много-много людей маленьких человечков все больше и больше и вот в какой-то момент а мартин выйдет в итоге он работал дизайнером иллюстратором он сотрудничал детским занятием в какой-то момент ему предложил руководитель издательства нарисовать детскую книжку про кого-нибудь персонажа привод персонажа нарисовать книжку и тут он совместил прямо у издательства и свои мечты получился воли иначе бы наверное воля не стал таким пристроил удачу свои детские рубежами он не пристроил нарисовал новый и продолжал рисовать то есть ему по кайфу было продолжать рисовать хорошо что это за золотая буква в золотой букве о мы видим воли вот вот где воли то есть много всего 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 а для того чтобы было понятно здесь воли у нас у меня был в предыдущем издании такого не да может был ли это по всему миру или до всему миру издатель в настоящий момент у нас их 4 как вы видите целых две у нас в руках еще две находятся в руках у сотрудников издательства речи, неизвестно у каких, они их стащили и ищут Волли, поэтому мы можем показать только двух Волли, где Волли и Волли в Голливуде. Мне кажется, что взрослым тоже будет интересно, потому что тут фильмы, жанры, это черно-белое кино, то, что цветное, это съемочная группа, а то, что черно-белое, это... Но вы-то не видите, мы вам покажем. Вы тоже увидите. В общем, вот такой вот Волли уже... Значит, от одной пестрой книжки переходим к другой. Что это? Это тату и пату изобретатели, вернувшиеся к нам. Это братья или друзья? Это братья из страны Чутляндия, которые изобретают всякие классные штуки, полезные исключительно. Например, букопугатель и пузырь мечтаний на голову. Ох, я бы хотел такой пузырь. В общем, они на самом деле делают то, что в моем детстве рисовали в основном мальчишки на уроках, рисовали какие-то странные приборы, которые спасают планету, ловят мух, подкармливают кошек. В журнале веселые картинки тоже, я помню, были похожие какие-то странные приборы. Нажми на кнопку... То есть книга о том, что не надо бояться воображения, фантазии и что-то. Они такие веселые сами по себе, эти ребята. То есть ребенок потом начинает сам что-то придумывать? Ребенок начинает изобретать. И, конечно... Тут есть какой-нибудь вредный папа, который говорит, да что вы, это там не взлетит, не поедет? Тут вредных каких-либо взрослых вообще нет, потому что каждый разворот это как бы презентация изобретения. Тату-льпату изобрели нечто, вот, рассказывают, почему это полезно, для чего это полезно, и несколько примеров того, как это используется в быту и как это вообще улучшает жизнь. То есть какая-то критическая тут сосудская сторона? Абсолютно сосудская. Ну, прекрасно. Будем просто создать эти безумные механизмы. Например, лужеделательную машину. И цель захватить мир они тоже не пустят. Вообще. Вообще. В единственном случае они преследуют цель пробраться на собрание совета директоров, чтобы было больше игрушек, больше мороженого. Ну, то есть сделать какие-то... Ну, все-таки. Это и есть захватить мир по-детски. Ну, не убеждена, что они получаются. Итак, от изобретений мы переходим к нашему любимому празднику всех издателей. Новый год. Который у них тоже готовится с мая, с апреля месяца. Слушайте, мы забыли взять новинку, финскую книжку про дату и пату. Ну, ладно. Давайте представим... По меню. Давайте представим, что сейчас, прямо сейчас в работе в Зайстве речь еще две книжки про дату и пату. Ну, а новогодняя книжка, как без... Знаете, так вообще без новогодней истории. И кто же это? Тату и пату, поскольку они приехали из страны Чурлянди, где, вероятно, нет Нового года и нет традиций отмечать Новый год, они решили отметить Новый год как нормальные люди. Вот как все отмечают. Вот мы отметим своей подругой Верой. Салатик, чтобы был. Ну, там, по-моему, печенье. Ну, примерно. Примерно. Но, когда они шли в гости к своей подруге Вере, они по какой-то причине, иронии судьбы, зашли в соседний дом. И поскольку это они в Финляндии зашли, то они не в соседний город приехали, а просто зашли в соседний дом. И вместо того, чтобы сообразить, что они не там, решили этот новый, решили этот дом нарядить к Новому году. Но поскольку, как мы знаем, они из странной страны Чурляндии, то они пытались свои представления о Новом Годе, все, что они слышали, там, Дед Мороз должен быть, что-то надо украшать, должна быть елка, должно быть вот какие-то носки или чулки, или что, или колготки повесить нужно куда-то. Ну, то есть все свои знания о Новом Году, они пытались вложить в свой творческий проект улучшения квартиры соседей своей подруги Веры. Ну, к счастью, пришел вовремя человек, который следил за соседским домом, такой грустный, печальный Марк. Я думал, там пришел человек в красном халате и колпаке. За Дедом Морозом они гонялись, они пытались в торговом центре утащить Деда Мороза и принести его в дом. Но что-то пошло не так, и Дед Мороз от них скрылся. На самом деле, все в итоге закончилось хорошо. Вера, их подруга, оказалась самым умным человеком. Несмотря на усилие Новый год наступил. Она догадалась, где искать этих безумных братцев, друзей ее. И все закончилось хорошо. Даже для Марка, который перестал быть одиноким, видимо нашел новых друзей. Все хорошо. Мы умолчим о том, что придется наводить порядок в доме его соседей. Надеюсь, соседи должны страдать. Там в конце он прислал селфи к соседям с татуей Паттон. Писал, у меня появились новые друзья. Так что думаю, никто не страдает. Так вот. Продолжаем нашу новогоднюю тему. Продобеждаю сразу. Дальше у нас будет только новогодняя тема. Только Новый год. Нон стоп. Зимняя сказка на ночь. Для самых маленьких читателей. Это не внучка Сергея Михайловна? Не убеждена. Это писательница автор взрослых книг, которая написала детскую сказку. Сказка 0+. Засыпательная. Почему она называется Зимняя сказка на ночь? Потому что перед сном можно читать сказку о том, что Деду Морозу тоже нужна помощь. Потому что если он опаздывает, он может не всем развести подарки. И зверюшки... Это зверюшки-помощники Деда Мороза. Ну они не очень-то помощники. Они честно пытались. Но не всем удалось. Они все старались. Кто-то в спячку впал. Да. Но, к счастью, появились чудесные существа. Мы же собирались листать позже. Да. Так или иначе. Зеленый человек. К счастью, появились гномы. И все стало хорошо. Деду Морозу помогли. Много красивых иллюстраций Виктории Кирнии. Прям много-много-много-много. Поэтому... Да. Правда для фанатов. Правда для фанатов. Следующий художник. Мария Паврова. Тоже очень популярный. Новогодний художник. Да. Рождественский фонарь. История Софьи Макаровой. Описана в 19 веке. Из старого рождественского сборника историй, сказок и рождественских рассказов. О том, как деревенские люди делают... Например, занимаются рукоделием. Handmade. Делают фонарь. Они его вырезают, красят, сидят за одним столом. И в это время дедушки и бабушки вспоминают, как оно было в их молодости, как оно сейчас. То есть, такая вот семейная история про создание рождественского фонаря. Очень доброе. Очень много красивых иллюстраций Марии Павловой. Естественно, у человека возникнет вопрос. А мы будем делать рождественский фонарь? В конце книги вы ведь заботливо сделали... Мне кажется, если внимательно читать книжку... Нет? Хорошо. То примерно... Я выгляжу, что там было пунктирные линии. Нет-нет-нет. Там она не из бумаги делается. То есть, там нужна ткань. У меня сразу улыбка с лица. Там все очень сложно. А попроще? Попроще сделаем позже. Ждем. Так. Ну и... Ольга, давайте я поставлю. Очередной новогодний бестселлер от Ольги Лукас. Новогодняя тайна игрушек. Что же за тайна? Что там случилось? Что же случилось? В этой истории в основном действия происходят в доме потерянных игрушек. Очень загадочный дом. Туда попадают любимые игрушки, которые потерялись. И выбраться оттуда им нужно до Нового года. Пока детям не подарили новых игрушек. А что будет потом, если их не заберут? Тогда они попадут в город потерянных игрушек и останутся там навсегда. Ужас. Никаких игрушечно-сжигательных заводов я вам попросила. Это не просто окажется в городе потерянных игрушек и никогда же не встретится с детьми, которых они любят. Но появляется замечательный гном, который вообще-то не собирался никого спасать. Он просто хотел посмотреть на дверь, которую ведет в этот дом. И вообще он не уверен был, что есть ли такая дверь. Просто покажите мне дверь, а дальше я пойду снова спать. Но все пошло не так, как обычно бывает в таких историях. И ему пришлось всех спасать. Что он? Надо такое. В общем-то и сделал. К большой пользе и для себя самого. Книга тоже проиллюстрированная. Книга проиллюстрированной Марии Павловой. Именно поэтому она у нас после Рождественского фонаря только что появилась. Мне кажется, она очень хорошая. Что-то лучше нравится. Полистайте ее, расскажите, персонажи. Так, вот. Чарльз Диккенс, «Рождественская песня в прозе». Каждый художник должен проиллюстрировать армию Павловой Павловой. Каждое издательство должно издать. Каждый год новое. Значит, что нового здесь? Нового здесь иллюстрации. Потому что иллюстрации Анастасии Архиповой выходили в Германии. В книжке на немецком языке. А в России книжки на русском языке выходят впервые. Поэтому тем-то она и ценно. Ну и как бы поклонники Анастасии Архиповой. Еще и на выставке в Москве, когда на улице была жара и солнце, и, в общем-то, зимние мысли были очень-очень далеко, уже тогда бежали, хватали и расхватывали. Продолжаем рождественскую тему. И продолжает ее Маурик Унос. Это прошлогодние три книжки. Это три книжки про Санта-Клауса, деревню Санта-Клауса, помощников Санта-Клауса и маленького врага Санта-Клауса. Когда был волшебный бубен, барабан. У него был барабан, да. Вот про всю эту компанию три книжки собраны под одной обложкой. Бонусом же здесь вступительная статья от Маурик Унос, где он рассказывает о своем детстве, о том, как он встречал Рождество, о том, как ему пришло в голову написать первую книжку про Санта-Клауса, вторую книжку, третью, о том, как снимали мультик по волшебному барабану. Ну, в общем, от автора довольно внушительная вступительная статья. Поэтому любителям Маурик Унос. Там есть фотографии из семейного архива Маурик Унос с бабушкой, например. Так что всем рекомендуется, поклонникам Маурик Уноса, обзавестись вот этой вот красной яркой книжкой с веселеньким Санта-Клаусом, который скачет на лошадке. И еще одну прекраснейшая, полюбившаяся... Наши любимые Котофии. Наконец-то уже. Хватит думать, какие Котофии первые. Когда четвертая книга? Вот она, четвертые Котофеи, ребята. Чтобы не путаться, какая история следует за какой, они здесь помещены по порядку, в том порядке, в котором их следует читать, чтобы у вас добрые друзья, я знаю, они могут не утащили вторых Котофеев, первых Котофеев, третьих Котофеев, когда вы будете перечитывать, вы сказали, ну как же, где же мои Котофеи? Лучше пусть друзья утащат. Да я спать не лягу, пока не перечитаю. Лучше пусть друзья утащат всю книжку сразу, будет обидно, но менее обидно, чем если... Первая книжка здесь, вторая книжка здесь, а где же третья? Как же так? Короче говоря, Котофеи Ольги Фадеевой, все три истории под одной обложкой, все как мы любим. Если вы собрались ознакомить с Котофеями своих друзей, самое время вручить им вот это на Новый год. Мы сегодня очень быстро управились. Мы молодцы герои. Мы молодцы герои. Несмотря на то, что сегодня плюс четыре. Что? Но эта охапочка книг греет и душу, и сердце, и тело книголюба. Ольга, спасибо большое за рассказ. Всем до свидания. До новых встреч. Надеюсь, что вы нас еще позовете до Нового года. Я хочу подготовить танец под снегом. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас мы сделаем фото для обложки меня сидеть. Можно попросить потом сделать фото меня с моей книжкой? Просто для меня. Да.